Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас над пляжами Жемчужной России. Сегодня у нас будет на обзоре очень интересный частный сектор с проживанием от 500 рублей. Посмотрим пляжи, как люди купаются в шторм, хотя запрет на купание стоит. При этом работают и бананы, и это больше всего вызывает интерес. То есть, как так вот можно кататься, а купаться нельзя. Вот такая вот информация. Поехали, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево, город Курарт-Анапас. Сегодня будет просто великолепный обзор. Поймайте настроение и посмотрите его от души. И мы находимся у моего друга на уютной 19. Мы неоднократно снимали его гостевой дом. И сегодня в пик сезона предлагается здесь отдых от 500 рублей с человека. Здесь отдыхают наши подписчики. Сейчас мы сделаем небольшой подкуп, и они нам дадут офигенный отзыв об этом отдыхе. Здесь есть такая вот зона, на которой готовят шашлычки перед двором. Также есть место для парковки и есть своя собственная столовая. Здесь стоит мангальчик. Вы, если хотите, даже сами можете прийти, себя пожарить шашлычок. Есть столики, за которыми можно посидеть. И заходим во двор. Территория гостевого дома закрыта. Это я для себя дверку приоткрыл. Здесь вы спокойненько заходите. Неоднократно снимал, как Юрий готовит свое домашнее вино. Можете посмотреть разнообразные сюжеты. Ну и более старые обзоры по уютной 18. На входе есть место, где можно помыть ножки. Вот это, кстати, винный пресс. А, еще сейчас забыл сказать вам, всем, кто приезжает сюда, будет бутылка вина в подарок. Это очень круто. Здесь есть батут, скамеечки в тенечке, чтобы посидеть. У мамы, видите, делают великолепное зеленение. Есть детская такая горка с качелькой. И Юрий купил такие две качельки еще, чтобы сидеть, расслабляться. Есть также столы, столы возле номеров. Есть, кстати, своя кухня. Если вы не хотите в столовую, хотите немножко сэкономить, то можете прийти приготовить себе еду сами. Кухня выглядит вот так. Есть гладильная доска, место, где покушать. И плита, раковина, набор всей посуды. Этериальная машинка, кстати, стирка стоит здесь 150 рублей с их мыльными принадлежностями. По территории пока все. Большинство номеров заняты. Большому сожалению, мы их показать не сможем. Смотрите, если что. Вот по ссылке наши прошлые обзоры, в них вы все увидите, узнаете, как здесь выглядело. Но в один номер мы зайдем в гости к нашим подписчикам. Сейчас мы смотрим с вами номер как квартира. Есть плитсистема, свой холодильник, стол для еды. Есть диван, раскладывающийся на два места. Есть зона для приготовления пищи, плитка, раковина. А также есть свой санузел. Здесь душевая, раковина, зеркало и туалет. Смотрим, здесь у нас вторая комната. Односпальная кровать, двуспальная. Комод с зеркалом. Также есть кресло, раскладывающееся. Стол, телевизор и место для хранения. Место для хранения выглядит вот так. Вино домашнее произведено Юрием. Как вам? Вот такие вот подарочки вас ждут в номерах, дорогие друзья. Приезжайте. Смотрим следующий. Если его хорошо попросите, то в пятером вы сможете заехать сюда за 2500 рублей. Скажите, Матозоровского, Юрик делает скидки. Он хороший парень, сделает. Наверх мы поднимаемся по довольно-таки удобной лестнице. Есть специальные такие наклейки, чтобы не скользить. А с той стороны номера очень хорошие, отделанные они деревом. Мы в них зайдем попозже. Там проживают подписчики. Покажем вам номер. Здесь же есть вот такая вот зона отдыха, в которой можно прийти, посидеть. Стульчики, столы. Место, чтобы посушить ваши вещи. Ну и большой навес создает тут очень хорошую тень. И этой зоной могут воспользоваться все отдыхающие данного гостевого дома. На втором этаже есть несколько номеров, которые мы сейчас с вами посмотрим. Здесь у нас четырехместное размещение. Есть место для хранения, комод с зеркалом, телевизор, холодильник с плит-системой. Вот такая-то жерочка, чтобы положить ваши вещи. Стульчики, двуспальная кровать, раскладывающиеся кресла и еще одна двухъярусная кровать. То есть здесь может разместиться до пяти человек. Санузел также свой. А вот это виничко, которое уже ждет гостей. Кстати, если не пьете, вино можете мне отдать. Я коллекционирую. Здесь есть унитаз, душевая зона, раковина и зеркальце. От пятиста рублей из человека. Звоните, договаривайтесь. На этаже есть гладильная доска. Очень классный коридор. На самом деле это очень большая редкость. Здесь, наверное, как два коридора в стандартной гостинице. Смотрим еще один. Односпальная кровать, комод, зеркало, вино включено. Есть холодильник, телевизор, сплит-система. И также двухспальная кровать. То есть это размещение на троих человек. Место для хранения также имеется. Санузел в этом номере. Выглядит вот так. Унитаз, душевая зона, раковина и зеркальце. Если кто-то, кстати, пробовал винишко от Юрия, напишите ваш отзыв. Я уверен, что у нас на канале такие люди есть. Я точно пробовал, мне понравилось. У номеров есть свои стулья, стол. И давайте зайдем в гости к моим подписчикам, которые сейчас здесь отдыхают. Здравствуйте. Привет. Ребята приехали из Беларуси. Мы тоже знаем. Мы их встречали у нас на стриме. Пришел здесь, и они отдыхают в этом гостевом доме. Юля. Юрий. Дмитрий. Откуда вы к нам приехали из Беларуси? Мы Беларусь, город Барановичи. Замечательный город. Хорошо. Как вам отдыхается в этом гостевом доме? Все супер. Честно, без прикрас, без ничего. Номер, как видите, отличный. Все удобства в номере. Холодильник, кондиционер, телевизор, который не очень часто смотрим. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Зона, где можно покушать хорошая. Вы сами готовите или в столовую? Сами готовим. То есть удобно? Все отлично. Да, все. Это самое главное. Шашлык не жарили? Да. Замечательный шашлык. У нас Великий угощал и покупали. Мы с ним познакомились. Чуть-чуть ему машину помогли отремонтировать. Обмен такой пошел. Да, да. Вообще, белорусы где-нибудь пропадут. Молодцы. Так, ребят, спасибо вам за отзыв. Как договаривались? Спасибо. Спасибо. Класс. Вот так вот. Спасибо. Это попу, ребята. Мы неправда. Мы честные. Друзья, есть кроватка односпальная, двухспальная. Здесь есть место для хранения, холодильничек, столик, телевизор и сплит-система. Также есть вот такая вот тумбочка. Санузел выглядит в этом номере вот так вот. Есть душевая, туалет, раковина и зеркало. Также есть тазики во всех номерах. Номера здесь отделаны деревом. И это дает такой великолепный аромат, как будто живем в акадоме. Так что все очень круто. Приезжайте. Обязательно. Не забывайте договаривайтесь с Юриком о скидках. Но сейчас мы идем в столовую. Тихонечка виноград. Ну, здесь виноградное вино делается не из этого винограда, а именно покупается виноград. Потому что, когда он показывает, смотрю, у меня своя беседка. Ну, сколько тут? Литров пять вина получится со всей беседкой. Потом будет что-то нововастый виноград. Но он все-таки вот есть. Это тоже винный сорт. Как я говорил, здесь есть еще и комплексные обеды в столовой. Можно и просто на заказное меню. Стоимость 190 рублей. Пойдемте посмотрим. Работает кондиционер и вход в купальниках, костюмах и плавках запрещен. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здравствуйте. Итак, ребятки. Сначала по меню. Допустим, борщик стоимостью 80 рублей здесь. Но остальные цельники считайте сами, что почем. Я рад, что в каждом обзоре у нас есть обзорчики на столовой. А сегодня мы еще сделаем из дегустации. Попробуем какие-нибудь блюда. Комплексные обеды по 190, которые... Вот, допустим, завтрак за 140 можно. Каша молочная, три гуночка, чай с 8 до 10. Вот такой вот комплексный, допустим, обед можно. Или вот такой вот комплексный обед. Есть салатики. Так они все стоят в холодильнике. Окрошка, да, есть. Салат Сезарь, обычный. Также вот такие вот блюда. Можете увидеть. Сейчас я определюсь, что буду кушать. И вместе с вами поймем. А на первое блюдо что? Окрошка на кефире, борщ, столянка, суп вороховый, суп лапша. Слово очень популярное постоянно. Как бы есть люди. Так что, если вы здесь ели, пишите тоже свой отзыв. Я себе взял сосиску в тесте, гуляш, пюре и борщик. И компот с сухофруктов. Борщик мне сказали, что идет с мясом. Но всегда сварен на мяске. Мясо распущено вот так на лоскутки. И действительно вот мясо в борще присутствует. То есть это реальный факт. За 80 рублей, ребята. Пробуем. И цвет хороший. Сметану сам брать не стал. Попросил, чтобы попробовать именно на вкус. И на вкус очень отличный. Сосиска в тесте. Тысячелетний ял. Все, пробуем пюре. Уже у нас с подливкой. Прямо очень вкусно, ребятки. Вкусно, питательно. Пошли. Возможности пляжей. Друзья, сюда можно пройти. Мы туда и пойдем на Жемчужную Россию. Здесь ходит маршрутка, которая возит людей на Тартугу. Вы можете уехать на дальние пляжи. Поселка Витязелана. Не по-фотому. Хотя после такой еды я уже не знаю, куда мне идти. Я что-то переел. Вот чистый пляж Тартуга. Называется маршрутка. Я как раз проехал. Нам показывают, что идти нам 1-1 километр. 12 минут по времени в сторону моря. Так что все рядышком. В прямом углу здесь реализуют фрукты, овощи. Магазничек нашего подписчика. Ему тоже огромнейший привет. Продукты можете у него покупать. С левой стороны здесь небольшой раночек, на котором продаются разнообразные товары курортного ассортимента. Ну и все, что вам тоже может понадобиться на отдыхе. Мы пойдем по правой стороне. Здесь трактварчик есть. Очень удобно. Ах, он еще зеленый. Бедный виноград. Я спалил. Вот этот вот зеленый, видите? А тот был вкусный. Экскурсии, разнообразные напиточки. Все есть по пути, дорогие друзья. И мы пойдем сегодня с левой стороны. Здесь через подземный пешеходный переход. В 10.40 утра уже люди возвращаются с пляжа. Как водичка? Ничего. Ну, все, накупались, уже все хорошо. Здесь всякие вкусняшки предлагают. Барбуля по 200-130 грамм. И вот здесь спуски, то, что я вижу, можно спуститься по пандусу. Вот с колясками очень удобно. Рынокусловка пешеходного перехода увеличивается. Здесь есть экскурсии. Классик. И впереди продаются также фрукты и овощи. В общем, прогулочка здесь будет довольно-таки интересной. И с той стороны тоже люди выходят. Потоки людей с каждым днем становятся все больше и больше. Папа, привет. Хорошего отдыха. Очень приятно, когда встречаешь подписчиков. Совершенно такие жизнерадостные. Всем хорошего отдыха, ребята. Мы идем через пак аттракционов, в которые можете прийти и покататься на разнообразных аттракционах по пути на пляж либо вечерком провести здесь время досуга. Вот какую-то доску девушка тащит. Выставка тоже разнообразные продукции здесь происходит. Почему называют выставку? Потому что ценников нет. Говорят, не снимай, не снимай. Вот я после того, прохожу и не снимаю. Это простыльный. Дальше Дель Солб. И здесь фонтанчик. Это классненький. Также есть парковочная зона, где можно поставить машинку, но она постоянно занять. Рыбку пробуют тут, ребята. Такие копченочки. Пивасик. Мальчики, привет. И здесь, смотрите, ребятки, 300 рублей есть. Вот тут папа, привет. В общем, каждый день ничего не меняется. Все те же люди, все те же лица. Это дежавю просто, слава дядя. Ну, я не знаю. В этом году снимаем основу гостиницы вот из этого райончика. Если бы приглашали другие места, мы бы ездили в другие. Но вот тут нас любят и ждут. Да, получается, вчера мы были в Джиматы. Позавчера здесь. Позавчера здесь. Здесь есть питьевая галерея, дорогие друзья. Можно попить водички. 10 рублей стоимость стаканчика местная, наша Анапская. Есть батуты, развлекалки разнообразные, стрелялки, контактный зоопарк, дом вверх дном. В общем, друзья, все для ваших детей, чтобы было им не скучно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут? Галина Николаевна. Очень приятно. Откуда? С Иванова. И привет, Иванова. Помощите нам. Привет, Иванова. Подписчице привет. Здесь была общая доступная зона. Сейчас тут перекрыли, то есть въезд нельзя. Но машина постепенно здесь появляется. Въезд только для своих. Вот такие вот дела. Это Анапа. Страна закона. Лето супермаркет, Анапа, аптека. Всякие мороженки, коктейли, столовая. Слушайте, на самом деле, надо было как-то снять один раз этот проход и вставлять во все видео. Но все равно, что интересно, текущее состояние моря, погода. Поэтому снимаем по стенам. Вот впервые видим, что покупают, пожалуйста, бату, свадку. Тут дача пивасы, столовая. То есть, ну, все, что вам только надо. Друзья, вдруг вы оголодаете на проходе к морю. Яблочки по 70, по 100 рублей есть. Сливость 150. Яблоки еще за 100. Нева виноград по 300 так и висит. 200 рублей килограмм винограде. Готовишь миш. Персики по 160 рублей. 160 нектаринки. 160 абрикосы. 180 нектарин большой. 250 мандарины, помидорчики. А вот, кстати, еще виноград по 180. 120 огурчики, 70 помидоры. 100 рублей есть помидорки. И по 70 есть абрикосы. Вот такие вот цены, дорогие друзья. Арбузы не подешевели? 25. Дыня 65. Спасибо, хорошая работа. Вообще, видите, на что-то цены идут вниз. На что-то цены идут вверх. Топустим, то есть самые огурчики у нас, примерно, застыли на одном промежутке. Но мы смотрим, что было по-разному. Шаурма, сейчас руки, жарят мужики. В общем, все, что надо вам от тоски дорогие мои. Ну, доктор Фиш, ножки можно отдать рыбнем, потусать. Вот просто в большом количестве людей уже двигаемся на море. Сегодня идем к 11. Очень быстро добираемся до песочка. Дальше, ну, если бы вам, то близко к морю. Мне еще надо будет найти дюну, чтобы запустить наш квадрокоптер. Здесь столовые, шашлыки еще жарят. Красный флаг. Сегодня, к сожалению, дует ветер. Значит, есть волнение в море. Интересно, что там с боковым течением. С утра, потому что был, море к берегу шло. То есть не было особо никаких проблем с этим. Для людей будет очень странно, что купаться в море запрещено. А таблетки, бананы все работают все равно. Так что двояко. Мы поднялись наверх, ребятки. Можем увидеть, что народ купается. Мы смотрим на флаги, отдыхают. Детей вот уводят уже с пляжа. Это еще даже очень рано. Хотя мы слышим, что сирена работает. И вот с пляжа Жемчужной России пытаются людей образуять и с моря выгонять. Слушайте, ну, я пока вот отсюда бокового течения, честно, не вижу. Поэтому сказать, что сильно опасная волна не могу. Но любое волнение несет себе опасность. Как ни крути. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...